Я думаю, что нужно покупать Газель и делать конкуренции Андрею Голубю. По-любому. Андрюха, ты извини меня, но, блядь, бабки дороже. Дружба дружбой, а табачок врось. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, сегодня у нас на обзоре Соболь 4х4. Мы уже прокатились, вот смотрите, да. Хреновая резина. Ну, как хреновая, она не для вот этих вот покатушек. Так вот, конечно, смотрится очень неплохо. Здесь у нас стоит Evotec 2.7, 106 лошадиных сил. Многие говорят, Газель говно, да. Вот мне смешно это слушать, потому что, вот допустим, вот этот вот вариант. Он стоит около 900 тысяч, представляете, 900 тысяч, да. Самый дешевый Соболь, ну, если, допустим, на сайте смотреть Газа, получается 795. Ну, это плюс там скидки, трейдин и так далее. То есть, как бы, нужно сразу выяснять, какая цена. А если ты приходишь просто без ничего, то ты его купишь, ну, 800, 900, вот так вот, то есть до миллиона. Вот представьте, полноприводный микроавтобус, вот в таком вот исполнении, высокий. Ну, в меру, конечно, он не такой уж прям, конечно, мощный. Но если, допустим, брать дизельный двигатель, там будет поинтереснее немножечко. Здесь у нас стоит бензиновый. Вот, но опять же по двигателю, смотрите. Чтобы сделать повеселее мотор, нужно залезть к нему в мозги, грубо говоря, перепрошить. Вот, и тогда вам будет немножечко покомфортнее ездить, повеселее, мощи немножко прибавится. Опять же, смотрите, если есть вариант бензин, вариант газ, да, тут нужно поработать со свечами еще. То есть, соответственно, поставить либо дэн со свечи, либо НЖК. Как я уже сказал, EvoTec 2.7, 106 лошадиных сил. Еще есть мотор Cummins, вот, ну, соответственно, дизельный. То есть, ну, вопросов по нему, в принципе, нет. Я почему так говорю? Есть сравнение, и я, ребята, говорю, что нужно, ну, действительно, вы отталкиваетесь просто от цены. Вот говорят, машина плохая, да. А чем она плохая? С чем ее сравнить? Сравнить ее с Hyundai H1 с микроавтобусом, который стоит от 2 миллионов. Ну, мне кажется, сравнение-то некорректное. 900 тысяч и 2 миллиона, правильно? Ну, понятно, что там есть комфорт. Ну, блин, этот миллион еще нужно накопить, где-то его взять, даже миллион 100. Вот. Ну, примерно вот так вот все это выглядит. Салон начинается уже, ну, некоторые претензии, которые, в принципе, не стоят больших денег. Но эти претензии можно исправить. Вот предлагаю просто посмотреть и, соответственно, пообщаться. Вот обратите внимание, да, телефон, куда я ложу. Все. Здесь, допустим, нет ничего для того, чтобы положить телефон. Не совсем удобно. Есть пепельница, да, у нас, но она маленькая. Я, допустим, не курю, в принципе, я мог бы сюда телефон ложить. Вот смотри, куда я придумал. Вот, подстаканник. То есть, я его беру вот так вот. И вот так вот ложу. Здесь он упирается вот в эту крышку, а здесь он, а здесь упирается в магнитолу. Ну, блин, это же не вариант, правильно? Хотя здесь полезного пространства очень много. Можно было бы с ним поработать. Так, еще какие моменты? Нога. Вот левая нога, да, вот ее, я не знаю, здесь бы какую-нибудь подставку сделать или что, блин. Потому что тебе приходится постоянно нажимать на сцепление, и нога у тебя... Ну, мне не совсем удобно. Я вот привык, чтобы здесь была бы какая-нибудь подставочка. Тогда да. Потому что нога реально устает. Вот, в целом здесь сиденье регулируется, там, вперед-назад. Вот, прямо это просто за глаза. Руль у нас получается тоже в двух плоскостях. То есть, вверх и, соответственно, вниз. Ну, я опустил его сюда вот минимально. То есть, мне, в принципе, вот так вот удобно. Вот, аварийку не сразу нашел. Оказывается, на вот здесь вот. Ну, здесь сос у нас получается. Такая вот магнитола. И самое прикольное, смотрите, камера заднего вида, экранчик какой. Ну, ее уже забрызгало. В общем, нифига уже не видно. Вот. У нас есть бардачки. Ну, как обычно. Здесь вот сверху, в принципе, можно что-нибудь кинуть. Ну, вот, допустим, его открытым держать, ну, как бы не вариант. Не очень удобно. То есть, как бы она тебе закрывает стекло. Вот. И, соответственно, здесь два больших бардачка. Ну, то есть, смотрите, да. Бумага влазит и так, и так. И сверху. Если я уже свои ключи пристроил. Ну, так, под мелочь, под разную. Вот. Так, в целом, здесь, в принципе, сидится неплохо. Главное, что высоко. Мне вот понравилось. Просто по городу едешь, у тебя машина где-то там, где-то внизу. Ну, а так, в целом. Зарядочка еще вот тоже пристроил ее. Вот. Ну, что? Заднее сиденье. В принципе, здесь место дохренища сзади. И есть маленький люк. Ну, очень жарко. Вот. Вообще, ребята говорят, что кондиционеры ставятся у дилера. Есть два варианта даже, по-моему, кондиционеров. А вот если, допустим, у тебя будка. Ну, хочешь охлаждать будку. Там даже есть четыре варианта поставщика, который тебе может предоставить вот это вот оборудование. Ну, соответственно, по цене. Ну, я думаю, что по цене и по качеству. Вот. Получается, смотрите. Я вообще вот это вот замутой пользоваться не умел. Здесь у нас вот есть для чайников, таких как я. То есть, получается, подключение переднего моста. Это вот этот вот рычаг. Мы его двигаем вперед. И, кстати, машина, я заметил, начинает температурой ползти вверх. Когда ты едешь, вот, ну, подключаешь передний мост. Вот. И, соответственно, понижайка у нас. То есть, это обычная прямая передача. А если, допустим, рычаг вперед, это, получается, пониженная. Пять скоростей. Ну, средняя скорость по городу 60-70. Разгонялся до 80. Ну, в принципе, 80-90 вообще. Ей этого хватит. И больше, наверное, и не надо. Не-не, блокировку включай. Блокировку включи, она выйдет. Готово. Четко. 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 Блокировка срабатывает как надо. Ну, действительно, здесь, не знаю, ну, здесь, наверное, четверых можно запросто посадить. Даже, может быть, еще кому-нибудь на коленочки взять. Есть у нас такая ручка. Люк, кстати. Вот его надо было открыть, но грязь летела вообще конкретно. А я знаю, почему грязь летит. Потому что, скорее всего, что колеса выдвинутые из подарок. И грязь просто такими огромными ошметками летела. Вот. И, соответственно, вот стекло открывается. То есть, как бы вот так вот. Ну, место здесь нормально. Я думаю, что здесь, не знаю, какую-нибудь можно сделать спальную зону. Но это уже, как бы, потом мы еще об этом поговорим. Порточку мы можем там открыть. О! Все. Диагоналочка. Машина неплохая. Плохие люди, которые эту машину делают. А может и хорошие. Так. Ну вот. Глядите. Уже только ленивый про этот хиротень не сказал, да? Куда она здесь? Вот. Получается, так мы ее... Такой ограничитель. Так. И здесь у нас ручка. Вот. Опа! К чему я вел разговор о своем внешнем виде? Вот эта машина для людей, которые, скорее всего, поедут на ней в лес, не знаю, на охоту, на рыбалку и так далее. Получается у нас запаска, да? Ну, я думаю, что запаску можно приложить вообще куда-нибудь в другое место. И здесь сделать такую, не знаю, поставить маленькое кресло, либо диванчик. Можно, наверное, просто заказать на заводе, чтобы этой стены не было. И, соответственно, будет еще полезного пространства больше. И оборудовать, ну, не знаю, повесить плазму, например. Поставить два дополнительных аккумулятора. Здесь, скорее всего, будет газик, баллон под газ. Это однозначно, чтобы переключиться на газ. Вот. И, ну, и все. Поставить хорошую резину. Я думаю, просто, не знаю, нормально в путешествии. Ну, как в путешествии. Такие небольшие, там, 200-300 километров. Я думаю, что, не знаю, касать километров, ты просто сдохнешь в этой машине. Хотя, поэтому, друзья, когда вы говорите, что... Газель плохая машина, проводите параллели с чем-нибудь другим. А я думаю, что параллели нужно проводить по цене. Это самое главное. То есть, еще раз, друзья. Вот этот автомобиль стоит 900 тысяч рублей. 900 тысяч рублей. Полный привод у нас здесь есть. У нас здесь есть полезная площадь. У нас семиместный салон. Большой семиместный салон. И самое главное, что эту машину... Вот мы сейчас заехали. Я не знаю, вообще, как это называется место. Ну, говорят, что это Старокировские болота. Ну, здесь реально. Реально болото. Здесь почему-то мусора дохренища. Вот здесь вот, если машина, допустим, да. Ну, ладно, здесь это еще, как бы, тут еще можно дойти до магазинов. А если ты где-то станешь в лесу, то этот автомобиль, в принципе, можно починить на коленке. А попробуй починить, допустим, какую-нибудь иномарку, да. Ну, да, она комфортная. Да, там, в ней приятно ездить на дальники и так далее. Ну, исходя из того, что у тебя есть на кармане 900 косарей, а даже если их нет, ты берешь кредит. И исходя из этого, ну, тут в любом случае выбирать вам. Поэтому все, что я мог, я вам рассказал. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok